Привет, друзья! С вами снова Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня разберем очень интересный инструмент, который называется кисть клякса. Находится на панели инструментов левой части экрана, в группе в одной вместе с обычной кистью. Видим, что напротив прописаны горячие клавиши. Давайте для удобства вытянем инструменты сюда поближе. Итак, как устроена кисть? Возьмем инструмент кисти, обычная кисть, видим, что буква B, и проведем некую линию. Выберем этот объект, и чтобы было просто видно, допустим, 30 пунктов сделаем толщину, Enter. Что мы видим? Как устроена вообще кисть? Мы видим управляющие линии, знакомые вам опорные точки, за которые мы можем тянуть, изменяя тем самым вот эту управляющую линию, вдоль которой в нашем случае образуется толщина. Вне зависимости от того, какая это кисть. Давайте продублируем. Зажав Alt. То есть кисть может быть совершенно силуэт. У нее может быть любой, например, ну не знаю, какая-нибудь вот такая вот рваная. Да, мы делали с вами уже рваные контуры. Она может быть каллиграфическая, но принцип у нее остается такой, что есть управляющая линия, про которую я только что рассказала, за которую мы тянем и которая, в общем-то, изменяет силуэт вот этого нашего пятна. Это кисть обычная. Давайте удалим вот этот вот образец и посмотрим кисть кляксу. Возьмем инструмент кисть клякса, сразу сделаем ей толщину немножечко больше и проводим какую-то подобную линию. Что мы видим в этом случае? Что мы получили сразу объект. Видно, да, разница? Управляющая линия центральная, сразу объект. То есть вот эти опорные точки перемещаем, тем самым уже вот, в общем-то, силуэтную вот эту, то, что было линией, каким-то образом изменяем. Вот это основная разница. Но это еще, конечно же, не все. Как всегда, двойной щелчок на инструменте позволяет покопаться в настройках. Вставлять контур выделенным и объединить только с выделенной областью. Это все понятно. Вы можете ставить галочки, можете не ставить. Это на самом деле не так важно. Отклонение. Видите, по умолчанию стоит отклонение по центру. То есть если точная, то у нас будет много вот этих точек. То есть будет вот эта кисть реагировать на каждые шорохи нашей руки, когда мы рисуем эту линию и зажата левая клавиша мыши. Более плавная будет, меньше вот этих опорных точек. Линия будет более гладкая, красивая. Ну, конечно, я не знаю, подбирайте. Точное отклонение ставить, я думаю, что не стоит. А плавная либо серединка, это, наверное, самый оптимальный вариант. Здесь мы можем изменять силуэт этой линии. То есть видите, бегунки, соответственно, здесь тоже крутятся. Мы можем ее различным образом разворачивать. То есть видите, получился угол поворота. Размер, конечно, поставим немножко больше, потому что нам будет иначе не видно. Вот здесь вот настройки случайные, постоянные тоже можете покопаться сами. Но когда нет планшета, то оставляйте постоянный. То есть это нажим, да? Нажимаем ОК. И видно уже сразу предварительно курсор приобрел вот такой вид. Если у нас до этого был круг, сейчас у нас, видите, такая имитация, по сути, каллиграфической кисти. И начинаем проводить наш объект. Сразу получился плавный объект. И видите, где перекрытие, у нас сливаются эти линии. Еще, ребята, интересная особенность по работе с кистью и кистью кляксовит в том числе. Когда у нас английская раскладка на клавиатуре. Видите, переключила я на английский. И правая квадратная скобка, где твердый знак, увеличивает размер. Можно не заходя в меню это сделать. Соответственно, левая, где х, уменьшает размер. Тоже удобная фишка. Еще, ребята, такая особенность. Смотрите, вот это, поскольку контур, у нас цвет контура обозначен вот здесь традиционным образом. Когда мы рисуем кистью кляксой, мы обращаем внимание на цвет контура. Но если мы его изменяем, возьмем кисть кляксу и проводим линию. Но объект, естественно, переключает, что это именно объект. И еще одна очень классная особенность. Давайте Ctrl-A. Удалю все, что есть на странице. Переключим на цвет контура. Возьмем кисть кляксу. Правой клавишей увеличим размер. Смотрите, красный контур. Я провожу какой-то объект. И когда я рисую что-то рядом, у нас объединяются один объект с другим. То есть вот это получился цельный объект. Они наложены друг на друга. Но, друзья, если мы возьмем другой цвет. Возьмем кисть кляксу. Давайте размер сделаем больше. И начнем рисовать, пытаясь, чтобы вот в этом месте слилось. То этого не произойдет. Потому что это разные цвета. И, соответственно, программа сделала другой совершенно объект. Поэтому уже в этом случае, вот что я нарисовала. Конечно, нужно просто... Вот нарисовали какое-то подобие очков. Вот эти, видите, объединились. Это тоже объединенные вещи. Взяли вместе. Сделали слияние. И смотрите по количеству точек. Все-таки много, несмотря на то, что у меня стоит там галочка плавная. Мы пойдем в меню объект. Контур. Упростить. И методом подбора просмотр стоит. Количество точек сокращается. Контур сглаживается. То есть подберете под свое значение. Нажимаю ОК. Ну и давайте быстро попрактикуем. Нарисуем какого-то героя кистью кляксой. Ну пусть такой контур будет. Голова. Волысюшки. Ушки. Так, контрол за этот меню не попало. Ушки. Видите, сглаживание как хорошо работает. Я работаю без планшета, поэтому, конечно, мне не очень удобно. Так, контрол за этот меню действия. Оп. Оп. Вот, друзья мои, что получилось у меня. Инструмент классный. Пожалуйста, практикуйте. Не забывайте свои работы скидывать в группу ВКонтакте, либо Инстаграм школы. Кстати, ссылки на них в описании под этим видео. Не забудьте подписываться. Как на соцсети, так и на канал. Жду ваши лайки, жду ваши комментарии. И, конечно же, жду на персональный курс обучения всех тех, кто заинтересован быстрым и качественным освоением программы Допи-Иллюстратор. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока! Продолжение следует...